Отличная новость для всех любителей животных. В дни школьных каникул с 24 марта по 1 апреля парк Рой Фручей приглашает школьников на увлекательные занятия в Академии Дедушки Роя с участием ручных животных. И вот, раскрывая уже маленький секрет, в нашей студии как раз-таки один такой посетил и ее вместе с заведующей отделом по работе с образовательными учреждениями парка Флоры Фауны Светланы Чапура. Доброе вам всем утро и тебе тоже. Доброе утро. Да. Доброе утро. Рада вас поприветствовать. Но чуть позже перейдем к нашему второму гостю. А пока хочется задать вам вопрос, что же такая за Академия, что за обучение такое можно будет пройти? Дело в том, что действительно подготовили такую развлекательную, познавательную программу, которая приглашает всех самых любознательных ребятишек города Красноярска. У нас она пройдет сначала занятий в 11 утра и в 14.00 каждый день. Дело в том, что занятия действительно уникальные. На каждом занятии присутствуют наши контактные животные. Есть у нас енот Майя. Вместе с своей подружкой Крыско-Земфиркой они познакомят наших ребятишек с профессией эзоологов. Они могут определить по шерсти, по рогам, по яйцам, чьи, кому каким животным принадлежат, допустим, эти предметы. Далее у нас есть еще шиншиллы. Есть морская свинка с мадагаскарским тараканом, шипучкой. Они приглашают наших ребятишек совершить уникальное путешествие по шести континентам, да, будут изучать нашу фауну. Ну, действительно, в 14.00 наши зоологи сами будут проводить занятия. Это действительно для детей такая возможность пообщаться с профессиональными зоологами, которые могут рассказать все тайны содержания домашних животных, познакомиться со своими питомцами. И еще есть такая небольшая тайна у нас. Есть предмет такой овоскопия. Тайна яйца. То есть ребятки могут сами определиться орнитологами, если там птенчик. И, естественно, посмотрят, почему яйцо называют моделью Вселенной. То есть тоже такая будет определенная тайна для ребятишек. А с какого возраста можно приходить? Мы приглашаем детей с первого по девятый класс, поэтому здесь вот варианты самые различные наполнения тематического, но это еще не все. Наши ребята, когда приезжают к нам на занятия, они смогут приготовить угощение сами для шимпанзе, для ширафов, для медведей, для попугаев и их угостить. То есть это, получается, все занятия именно практические, не лекционные, а вот предполагаются ли какие-то оценки, например, для детишек? Оценки только, наверное, любовь наших питомцев, поцелуи. Естественно, что после каждого занятия у нас предполагается фотосессия с этими животными. Ну а посоревноваться в спортивных состязаниях они могут с нашими собачками. Вот как раз у нас первый герой, это наша дурочка. Мы приглашаем ребят проявить скорость, как они бегают, перетягивание каната и прыжки. Все это соревнование будет проходить с нашими собаками, как с самоедскими, так и с хаски. С самоедскими. Да, самоедские собаки. А скажите еще вот такую вещь, относительно того, ну наверняка уже наблюдаете за детьми, в каком возрасте больше всего внимания они проявляют к животным? В том смысле, что видно, что их заинтересованность просто-таки максимальная. Вы знаете, у нас даже взрослые проявляют такую заинтересованность, что иногда диву даешься. Действительно, как бы если брать с точки зрения психологии педагогики, то, конечно, самый активный возраст познавательный это дошколята. Но вот осознанный контакт, именно интерес уже даже допрофессиональный какой-то у детей начинает проявляться в пятом классе. То есть вот это как раз активное привлечение аудитории, оно способствует тому, что в дальнейшем, уже становясь старшеклассниками, дети могут даже потом себе выбрать в качестве профессии ту же самую вид врач, зоолог, биолог. То есть мы этому способствуем, стараемся привлечь, показать, как это интересно, уникально и действительно востребовано. А вообще, в принципе, видно, заметили какой-то потанцевал относительно того, к тому, что, допустим, я вот замечал у моих друзей, у них ребенок, начал интересоваться, по-моему, ему ряд 5-6, может быть, начал очень интересоваться прям глобально насекомыми. Вот ему очень нравится. И, во-вторых, то же самое. Частенько ли меняются приоритеты относительно животных в том смысле, что, может быть, это будет собака. Кто больше нравится. Или птицы, да. А, ну да. Вы знаете, мы столкнулись с такой вот ситуацией, у нас есть клуб юных биологов зоопарка, где как раз занимаются в основном старшеклассники. Конечно, как я называю, таксономический акцент уходит на более крупных животных, то есть их начинают интересовать исследования белых медведей, львов. То есть и стараешься немножко акценты сместить, говорить о том, что действительно другие животные очень интересны. Но вот малышня, как я называю, да, она, конечно, интересуется теми, кто близок, да, кто ползает, кто вот такой более-менее шаговой доступности. Это те же самые насекомые. Потому что их в природе очень много. Они у нас в том же самом городе встречаются. Поэтому действительно неподдельный интерес связан именно с изучением первоначально насекомых. Дальше мы продвигаемся уже к более высоким, да, к более сложным организмам. А если у детей есть домашние животные, ну это просто кладезь, действительно, уникальность именно восприятия и контакта ребенка и животного. А после вот таких вот уроков, какая часть, какой процент детей говорят о том, что они придут работать к вам? Ну, вы знаете, мы как бы мониторинг особо не проводили, но точно могу сказать, что дети возвращаются, приходят и не только... Есть работники, которые возвращаются в парк. Уже не в качестве просто участников наших мероприятий, а в качестве юнатов. Давайте еще раз напомним, в какие даты, каким образом попасть, наверняка места ограничены. Да, у нас ведется предварительная запись. Нужно позвонить по телефону 294-2020. Да, значит, у нас каждый день по два занятия. Это в 11 часов и в 2 часа дня. В 11 часов запись уже, к сожалению, немножко ограничена. В 2 часа у нас есть еще места, поэтому попрошу немножечко как бы ускориться наших педагогов, наших ребятишек в Красноярске. Мы всех очень будем рады видеть. Поэтому, друзья, успевайте, как мы расскажем. Да, это действительно очень уникально и прям невероятно приятно. Я уже хочу пойти. Позвоню после Играна Светланыча Праза, ведущая отделом по работе с образовательными учреждениями парка флоры и фауны Роев Ручей. И самоедская собака зовут... Дора. Дора.